Доброе утро! Продолжаем изучение Мишны. Трактат Шаббат, первая глава, седьмая Мишна. Говорит святая Мишна. Бейт Шамай омрим, эйн мухрин ле овед кухавим, ве эйм тоанин имо, ве эйн макбегин алав, элегдей ши ягия ле макком коров, у бейт гилель материн. Школа Шамая говорят, не продают идолопоклоннику. Это любому нееврею. Я думаю, что здесь, скорее всего, следует цензура. Очень часто в Талмуде есть путаница, когда слово гой, нееврей, цензура вычеркнула и заменила на идолопоклонник. Есть курьезные совершенно места, где гой-то не всегда говорится про неевреев, гой-то может и про евреев говориться, как еврейский народ тоже называется гой. Есть места, где они, не понимая, о чем идет речь, они вместо гой-эхат-бароц, народ единый в земле, это про еврейский народ говорится, написали о вед кухавим-эхат-бароц. Идолопоклонник единый в земле. Надо часто понимать, когда написано в вед кухавим, это может быть следует цензура. Школа Шамая говорит, не продают нееврею и не грузят поклажу вместе с ним и не поднимают на него, то есть не грузят поклажу ему на плечи, а только при условии, что он дойдет до близкого места. То есть о чем здесь идет речь. Есть у нас мудрецы, постановили такой запрет в шаббат. Мы знаем, что Тора запретила делать 39 видов работ в шаббат только еврею. Нееврею разрешено делать работу в шаббат, никого запрета в этом нет. Наоборот, написано, что запрещено нееврею соблюдать шаббат. Но тем не менее мудрецы постановили, что запрещено еврею сказать нееврею, сделать и совершить запрещенное действие в шаббат. То есть мне нельзя подойти к моему нееврейскому соседу и сказать, дорогой, включи мне, пожалуйста, свет. Или затопи мне печку и так далее. Почему? Есть два объяснения, есть спор решением на эту тему. Первое объяснение, причина этого постановления заключается в том, что нееврей является как бы моим посланником. У нас в истории есть такой целый раздел, который называется шлихут, послание. То есть человек может послать другого совершить некое действие, если это не преступление. И это засчитывается, как будто бы сам человек совершил действие. Даже настолько, что можно жениться через посланника. Я могу взять кольцо, послать девушке через кого-то, сказать, уважаемый Рубьяков Выцехов, пойдите, пожалуйста, от моего имени, посвятите ее мне, передайте ей кольцо от моего имени. И она будет моей женой. Это значит, если он скажет ей, что ты посвящаешься ему. Шлухоший Адам Кмута, посланник человека считается, как он сам. И мудрецы постановили, что это похоже, что если еврей просит нееврея совершить запрещенную работу в шаббат. Это считается, как будто сам еврей совершил эту работу. Это не совсем до конца, но не то, чтобы буквально сам. Это не является нарушением запрета по Торе. Но это постановление мудрецов. Это похоже, как будто бы сам еврей совершил действие. Другое объяснение говорит, что причина этого постановления заключается в том, что мудрецы опасались, что если я смогу пользоваться неевреем, у меня есть домработница, да, нееврей, я буду говорить, включи свет, поставь свари блюда там и так далее. И шаббат потеряет форму шаббата. Люди начнут пренебрегать заклонами шаббата и начнут его нарушать, потому что исчезнет вся вот эта атмосфера субботнего покоя, субботнего отдыха, когда нет чего-то такого, не происходит, не происходит работы. И тот, кто соблюдает шаббат, он знает эту знакомство с этой особой атмосферой, когда есть покой, когда есть отдых, когда мы не включаем свет, когда мы не варим, не носим и так далее, и так далее. Это создает, помогает нам тоже соблюдать шаббат, помогает нам хранить шаббат, который в итоге хранит еврейский народ. Так, школа Шамая, говорят, что нельзя продать в пятницу вещь нееврею, так, что если это происходит прямо перед шаббатом, если я понимаю, что он не успеет дойти до своего дома до наступления шаббата. Почему? Потому что это выглядит, несмотря на то, что эта вещь уже не еврея, он у меня ее купил, это его вещь, он свою вещь несет, а не мою. Но есть еще одно по словам мудрецов, которое называется Марит Айн, то, что кажется, как нарушение запрета, что не является напрямую нарушением запрета, но это выглядит как нарушение запрета. Кто-то видит, что я даю вещь нееврею, он несет ее в шаббат, он думает, что человек подумает, наверное, и я дал ему свою вещь, просил его отнести, я нарушил здесь запрет мудрецов. И у нас есть правило, что запрещено делать то, что выглядит как нарушение запрета. Есть в этом критерии, когда именно это считается, обо всем можно неправильно подумать. Здесь есть четкие границы в Аллахе, сейчас не будем, это отдельная тема. Школа Шамая считает, что нельзя продать в пятницу перед наступлением шаббата вещь нееврею, если он не успеет дойти до своего дома в шаббат. Здесь у нас запрет переноса из одного владения в другое. И не нельзя грузить, у него есть осел, поклажа, и нельзя вместе помочь ему нагрузить его поклажу, не мою. Почему? Потому что тоже выглядит, как будто бы я положил свои вещи на его и дал ему в шаббат нести, перед шаббатом, так, чтобы он будет нести в шаббат. И не кладут ему на плечи то же самое, да, то есть не еврей, который несет груз. Только при условии, что он сможет дойти до дома, до частного владения, до наступления шаббата. А школа Елеля разрешают. Почему? Они не опасаются, да. Школа Елеля считает, что нельзя на самом деле еврею отдать свою вещь нееврею, чтобы тот нес ее в шаббат. То есть нельзя пойти в синагогу, я хочу принести молитвенник, да, нельзя взять нееврейского слугу и искать ему несимый молитвенник. Это будет запрещено. Но... Как это делали? А? Как это делали? Да, есть при определенных условиях у права, что разрешено говорить нееврею, сделать что-либо в шаббат при определенных условиях. Это целое... Мы сейчас не успеем это за пять минут обсудить. Нужны в любом случае эти законы. Это одни из самых часто нарушаемых законов шаббата. Это особенно вне земли Израиля, что разрешено ли говорить что-то нееврею, или запрещено. Есть условия, когда можно, как именно можно говорить нееврею и так далее. Если нужно эти законы изучать. Школа Елеля разрешает, они не опасаются, но школа Елеля согласна, что запрещено дать вещь нееврею, нееврею, если он не успеет выйти из дома евреев до наступления шаббата. То есть, если за минуту до шаббата, за пол минуты до шаббата, я у меня дома даю... Меня мой сосед Вася, он оставил хранить свою вещь. Он приходит за пол минуты до наступления шаббата. Я ему отдаю эту вещь. И он выходит от меня, когда уже шаббат начался. Он уже выходит, тогда это будет запрещено, потому что это выглядит, как будто бы я дал ему вещи отнести в шаббат. Но если он успеет выйти из моего дома до наступления шаббата, школа Елеля уже не опасается. Они говорят, что это не выглядит, как нарушение запрета. Тут есть вообще интересный вопрос для размышления. Мы сказали, что одно из мнений, одно из объяснений, почему запрещено говорить нееврею, совершить запрещенную работу в шаббат, это из-за того, что посланник человека, как он сам. Но ведь у нас Аллаха, это известно, что Аллаха... Человек-еврей не может сделать посланником нееврея для совершения какого-то аллахического действия. То есть, например, он не может дать нееврею кольцо и сказать, пойди посвяти для меня эту женщину. Она в тонком случае не будет его женой, если он так сделает. Так почему же здесь мудрецы опасались? Ведь нет послания нееврея, может быть, посланником с аллахической точки зрения. Это вопрос, на котором можно на досуге подумать. Спасибо, хорошего всем дня.